Все в писателе. Правильно. Что-нибудь попить. Берите что-нибудь вкусненького покушать, потому что я уже готов рассказывать вам о новых книгах. И, конечно, перед основной частью видео я, как обычно, прошу вас подписаться на канал, потому что для меня это очень важно. Это помогает продвигать канал, ну и, конечно же, это мотивирует меня на создание более качественного и классного контента. Также в описании к этому видео оставлю ссылку на телеграм-канал. Там тоже много интересного, но по большей части там проводится совместное чтение, а также я опубликую там книжные отзывы. Ну и просто иногда болтаю с вами. Давайте я вам коротко расскажу о том, как у меня появились новые книги. Вообще для меня это огромная радость, потому что я впервые сотрудничаю с крупным издательством. Это издательство Alpina Publisher. Ну или, как я понял, можно просто Alpina. До этого у меня опыта такого не было. У меня были единичные случаи сотрудничества с издательством Modern Magic. Плюс от одного автора мне лично книгу давали на прочтение и на обзор. А чтобы полноценное сотрудничество, это у меня впервые. Мне предложили список книг, из которых я мог выбрать. Я, конечно же, долго выбирал, потому что, когда перед глазами огромное количество книг, ты просто не знаешь, что выбрать. Тебе хочется сразу взять все, но ты понимаешь, что физически ты не можешь это все так быстро прочитать и об этих книгах рассказать. По-моему, в течение целого дня я постоянно думал об этих книгах, думал, что выбрать. В итоге остановил свой выбор на пяти классных книгах. После чего мне курьер их доставил. Я в телеграм-канале, кстати, выкладывал пакетик, который мне привезли. Но книги и там я тоже не показывал, поэтому вы первые зрители, кто их видит. Это все книги необычные, кроме одной, потому что об этой как раз я знал. А вот другие книги для меня совсем новые, но уверен, что они мне тоже очень понравятся. Хотя такой вывод я сделал только из аннотации. И еще две книги, которые у меня появились, это уже я приобрел самостоятельно. Я ездил на книжный фестиваль, как я уже сказал ранее. И там я не удержался от покупки двух книг. Но перед тем, как я их покажу, давайте с вами отправимся на Красную площадь и посмотрим, что же было на книжном фестивале. В этой части, кстати, всегда проходят какие-то концерты, спектакли, в общем, довольно интересно. Ну а вот на таких стеллажах и расположены все книги, которые приехали на этот фестиваль. А вот это вообще невероятная серия. Также на фестивале проводятся различные лекции, ну от известных людей, например, писателей и кого-то другого. Вот здесь, например, проходила лекция о том, точнее, ну такая дискуссия на тему, нужно ли читать фэнтези. Естественно, я не смог пройти мимо одного из своих любимых издательств, издательства Синбад. Посмотрел, но ничего не купил. Хотел вот эту книгу «Кто такая? Мод Диксон», но все-таки опять воздержался. Нашел вот такую красоту, это Дюна в полном издании, я так понимаю, сам я не читал, но посмотрите на это шедевр. Здесь сколько у нас? Шесть, да, шесть частей. В общем, класс, это удовольствие стоит 2200. Ну, кстати, мне кажется, не так и дорого. Также я попал в самый опасный отдел, это эксклюзивная классика, и совсем скоро вы узнаете, купил я что-то или нет. Я постоянно ругаю эту серию, но в итоге посмотрите, как она выглядит шикарно. Это вообще невероятное зрелище, просто восторг. Здесь у нас подборка книг Кронина, оказывается, книг в этом издании у него очень много. Еще я наткнулся вот на такую красивую серию, но, скажу сразу, из нее я ничего не купил. Также я нашел вот такое шикарное здание, 451 градус по Фаренгейту. Это просто великолепно, но пока обновлять я не решился. Мы с вами плавно перемещаемся в мою комнату, в мой книжный дом, букхаус книжный дом, все правильно, к моим книжным полкам, и я готов показать вам те самые новые книги. Первая книга — это Арчибальд Кронин «Звезды смотрят вниз». Почему-то мне показалось, что я неверно сказал название, но это мне всего лишь показалось. С этим автором знакомство у меня уже состоялось по книге «Замок Броуди», и вроде как эта книга является самой популярной, но с момента чтения я стал часто натыкаться на такие названия, как «Ключи царства» и «Звезды смотрят вниз». Как раз-таки на книжном фестивале я увидел книгу «Ключи царства», я взял ее первой, прям сразу я увидел такую, открыл, полистал, думаю, блин, ну точно, круто, беру. Причем у книги «Ключи царства» небольшой объем, по-моему, там было около 300 страниц, но как только я добрался до аннотации книги, там что-то было про духовных людей, что-то вот такое, я, в общем, решил, что нет, пока не надо, возьмем вот эту. Если вы помните, книга «Замок Броуди» у меня в серии «Большие книги», но так как я увидел, что вот у азбуки есть такое издание, и очень много книг кронено в этом издании, я думаю, что я лучше буду в этом собирать, потому что то издание «Большие книги» в твердом переплете, оно реально сильно выросло в цене. Я зашел на «Зон» во время покупки этой книги, и она в серии «Большие книги» стоила 960 рублей. Это вообще невероятно. Эта книга и все книги, которые вы видели на фестивале, именно вот в этом издании, они там все по 200 рублей. Несмотря на то, что это мягкий переплет, они, в принципе, держатся хорошо, мы с вами недавно рассуждали, смотрели на мои книги в этой серии, и вроде как, ну, более-менее нормально. С учетом того, что я к ним довольно бережно отношусь, у меня никогда никаких порванных, там, помятых страниц не было, думаю, что с этой книгой тоже будет все хорошо. И в первом предложении аннотация этой книги говорится о том, что эта книга о социальных проблемах Англии 20 века, и меня прям сразу это зацепило. Я сразу получил такой мощный эмоциональный удар, и думаю, что именно это спровоцировало купить именно эту книгу, хотя также я думал, что, может быть, стоит купить «Цитадель». Ну и чтобы вы понимали, о чем эта книга, давайте я вам просто несколько строчек из аннотации зачитаю. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке, а звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное солнце. Ну и как, спрашивается, не устоять после такой аннотации? Не знаю. Я не смог, поэтому эта книга у меня, и мы с вами отправляемся смотреть следующую книгу. У этой книги довольно интересная история, потому что я ее хотел купить очень-очень давно. Я все ждал, когда будет в твердом переплете, она по небольшой цене, но в итоге все-таки я купил ее в мягком переплете. Это книга Жан Мишеля Геннассия «Клуб неисправимых оптимистов». Надеюсь, что фамилию автора я произнес верно, потому что, простите, я только вот приехал, я не посмотрел, как она произносится. Прошу меня простить. Познакомившись с аннотацией книги, у меня возникло какое-то странное ощущение, потому что книга является довольно необычной. Это история о 12-летнем мальчике, который, ну как вы понимаете, находится в этом трудном возрастном периоде, да, 12 лет — это такой переходный возраст, когда возникает недопонимание, и может быть с друзьями, может быть с родителями, вообще в целом взаимодействие с обществом. И у этого мальчика оказывается тайное убежище в парижском бистро. И в этом бистро собираются очень странные люди. Эти люди бежали из стран, но всех их объединяет, видимо, вот эта идея оптимизма, надежда на что-то лучшее. И я не знаю почему, но вот эта вот картинка, которая на обложке, она меня прям сразу тоже очень сильно привлекла. Мне понравилось, как вот это визуализировано все. И на самом деле вот теперь, когда я вижу это название, у меня прям вот эта картинка всегда перед глазами. Наверное, не картинка, а фотография. Наверное, да. И как я понимаю, здесь будут просто истории разных людей, ну точнее их там общение, взаимодействие, диалоги какие-то, ну и просто различные интересные ситуации. Но это только мои предположения, что будет в самой книге, я, конечно, не знаю. И с радостью готов ее прочитать. Правда, не знаю когда, но вообще хочется в самое ближайшее время. Здесь у нас с вами, сейчас скажу, ну 600 страниц. В принципе, не супер много, но и, конечно, немало. Сейчас я читаю Яму Куприна. И плюс, по-моему, с 15 июня я начинаю читать Стивена Кинга «Нужные вещи», тоже в совместных чтениях. В общем, да, надо найти время и прочитать все мои хотелки. Ну что, я готов перейти к книгам от издательства Альпина. Эту книгу я выбрал только потому, что меня очень сильно привлекает медицинская тематика. Эта книга называется «Потерявшая разум. Откровенная история нейроученого о болезни, надежде и возвращении». Автор Барбара Липска. При участии Эллин Маккардл. Или Эллин Маккардл. Ну, если что, я тут не виноват. Да, суть в том, что Барбара – это как раз-таки нейрофизиолог, который свою историю рассказывает. А как раз-таки Эллин Маккардл, она является журналисткой, которая помогала написать эту книгу. Ну, видимо, как раз она помогала просто человеку-врачу, как правильно изложить тот или иной факт из своей жизни. Ну, в общем, как художественным языком подать ту историю, которую и поведала нам Барбара Липска. Итак, о чем же эта история? Барбара Липска, она нейрофизиолог, как я уже сказал. И она всю свою жизнь посвятила изучению центральной нервной системы при нарушении психики. Так вот, с ней происходит что-то странное, и психика ее начинает меняться. Но, как оказывается, как написано в аннотации, это все произошло из-за метастатической меланомы мозга. Ну, вроде как... Нет, ладно, я не буду предполагать, что это. Я думаю, что это опухоль мозга. В общем, не знаю. Ну, что-то из этой серии. Так вот, в этой истории Барбара и рассказала, что она чувствовала, как она боролась с этой болезнью, что ее ожидала, ну, и как она ее поборола. Потому что, как я понимаю, она ее поборола все-таки. И меня всегда такие книги сильно привлекают, ну, потому что, во-первых, это настоящая реальная история человека, который прошел невероятные трудности, который столкнулся с такими страшными вещами, но смог из них выбраться и вернуться к нормальной человеческой жизни. Я читал похожую книгу, правда, с трагичным концом. Это книга по колоните, когда дыхание растворяется в воздухе. Если вы любите медицинское направление, такую художественную больше литературу, то я, конечно, вам ту книгу тоже советую обязательно. Это очень классная книга, но будьте готовы там поплакать. Также хочу отметить, что в этой книге есть некоторые иллюстрации или фотографии. Это как раз связано именно с болезнью, ну, что-то тематическое. То есть то, что происходило вот с Барбарой. Хотя я так сказал, что есть какие-то иллюстрации. На самом деле я нашел... А, нет, ладно, уже две иллюстрации. Ну, в общем, там разные снимки мозга, на которых изображены какие-то изменения, которые происходят с человеком во время той или иной болезни. Книга небольшая, чуть больше 200 страниц. Я думаю, что я ее прям в самое ближайшее время буду читать, потому что я обожаю такую тематику. Следующая книга. Это уже издательство Альпина Проза. Так, и давайте я вам немножко разъясню, в чем здесь история. В издательство Альпина Паблишер входит много разных, ну, я так понимаю, отраслевых издательств, которые публикуют книги на разные тематики. Например, Альпина Дети, Альпина Про. Например, как мы с вами смотрели книгу «Технология новостей». Альпина Проза. Например, то, что у меня сейчас в руках. Также там есть Альпина Нонфикшн и другие издательства. Я подробнее об этих издательствах укажу все в описании. Вы сможете посмотреть. И также ссылки на книги, если что, я оставлю в описании. Если вдруг вы сразу захотите их приобрести, вы найдете в описании всю информацию. Следующая книга – это книга Лены Элтанг под названием «Радин». И, по сути, из всех книг, которые у меня от издательства Альпина, это первая книга, которая такая чисто проза. Потому что все остальные для меня – это больше такое нонфикшн, ну, что-то интересное, в чем надо покопаться. А вот эта книга – именно проза. Это наш отечественный писатель. Ну, точнее, это писательница, как вы понимаете. Живет она в Литве, если я ничего не напутал. Также, как у нас написано на книге, что это лауреат премий «Новая словесность», «Русская премия», «Финалист премии Андрея Белого», «Национальный бестселлер» и «Большая книга». В общем, это довольно сильный автор, как я понимаю. Поэтому мне тоже стало интересно. Я хотел что-то такое классическую, какую-то прозу тоже почитать. Поэтому я и выбрал эту книгу. Опять же, как мне кажется, эта книга немножечко философская, плюс она немного такая мрачноватая. И чтобы вы поняли, о чем я говорю, давайте я вам тоже зачитаю немножко из аннотации. Это не только классический роман о русском писателе, попавшем в опасную историю на чужой земле. И не только детективная драма, в которой есть преступление и наказание. Прежде всего, это путевые записки эскаписта, потерянного европейца, человека здравомыслящего, но полного безрассудства. Это дневник романтика, погружающий нас в пространство сознания героя, живущего одновременно в двух измерениях. В субъективно воспринятой социальной реальности и в пространстве персонального мифа. Для меня это точно что-то необыкновенное, что-то необычное. И именно поэтому я взял эту книгу. Ну и как вы понимаете, это по сути такой эксперимент. Я даже не читал ничего об этой книге, об этом авторе. Ну, я уже перед записью видео об авторе почитал, конечно, информацию, биографию. Но с творчеством я не знаком, поэтому буду экспериментировать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и надеюсь, эта история мне понравится. Да, кстати, эта книга у нас 18+. А еще я бы хотел обратить внимание на эту обложку. По-моему, она просто шикарная. Вот этот человек, который здесь, прям его кусочек, куда-то он уходит, создает такое живое. Как будто бы это прям такая 3D-обложка, где у нас прям происходит какое-то движение. В общем, люблю такие штуки, очень круто. Следующая книга. Это снова медицинское направление. Ну, вот так вышло, что две из пяти книг от издательства Альпина. У меня это медицинская тематика. Но эта книга меня привлекла той историей, которая рассказывается внутри. Это у нас книга под названием «Головы профессора Вайта. Невероятная история нейрохирурга, который пытался пересадить человеческую голову». От автора Брэнди Скилача. В этой книге нас с вами ждет история о том, как впервые пытались пересадить голову человека. Ведь на самом деле, мне кажется, что многие медики, ученые, хирурги задавались таким вопросом. Все-таки возможно ли это сделать? Потому что мозг человека, ну, такая странная штука. И у меня всегда такое ощущение, что все-таки мозг, он индивидуален. Его нельзя пересадить. Мне кажется, что если ты пересадишь человеку мозг, если бы такое было возможно, хотя не знаю, может быть уже и возможно, то человек, он же будет совсем другой. То есть это будет полностью другой человек. У него другие какие-то мысли будут, ну, то есть совсем другой человек, который никак не будет похож на предыдущего, разве что оболочкой своей. Брэнди Скилача – это историк-ученый, который как раз-таки и рассказывает в этой книге разные истории, как пытались пересадить голову, не только человеческую, но и сначала животных, потому что, ну, вот так вот пробовали на них это сделать, как бы это грустно не было. Но, как говорится в аннотации, что именно опыты ученых-трансплантологов и помогают спасать жизнь людям до сих пор. Именно тогда были открыты вот какие-то технологии, которые, ну, без таких опытов не стали бы возможны. Прекрасно понимаю вас и соглашусь с тем, что да, это плохо, когда экспериментируют там или на животных, или уж тем более, не дай бог, на людях. Но вот такие истории есть, прошлого уже не поменять. Поэтому, ну, я считаю, что интересно узнать о том, как, точнее не как, а какие опыты были произведены ранее, и какие результаты получили люди, и как эти результаты влияют на нашу повседневную жизнь. Ну, не то, что повседневную, это, конечно, слишком громко сказано, но я имею в виду на текущие реалии и те медицинские открытия, которые есть по сей день. Еще меня здесь очень удивили это название глав, потому что они очень интересны. Ну, например, первая глава называется «Не было гвоздя», а вторая «Двухголовые собаки и космическая гонка». Очень круто, меня это привлекает почему-то, опять не знаю. Кстати, в этой книге иллюстраций нет, хотя мне было бы интересно посмотреть, кстати говоря, как выглядели некоторые из опытов. Но я думаю, что это зрелище явно не для простого читателя, поэтому этих иллюстраций тут и нет. И еще меня очень сильно порадовало, это, конечно, цветовой выбор, потому что ярко-зеленый цвет тоже привлекает. У меня вообще таких книг, мне кажется, очень мало, да и вроде у меня вообще таких книг и не было. И самая классная для меня книга из всех книг, которые сегодня были, это книга Бориса Акунина «Русский в Англии. Самоучитель по билетристике». Первое, что я хотел бы отметить, это, конечно же, оформление этой книги. Оно выполнено в двух разных стилях, корешок у нас такой шершавый, то есть прям очень классно. Я вам даже вот поближе покажу и отдельно вставочки сделаю. В общем, вы посмотрите, давайте послушаем звук. Я думаю, вы поняли, что здесь за покрытие, потому что как его передать словами, я не знаю. Я бы это назвал шершавая ткань, вот как-то так. Дальше идет такая глянцевая обложка и здесь еще вот эта рябина вроде как, она как будто бы наклейка, но не наклейка. Не удивляйтесь, если что, просто оформление этой книги меня, если честно, сильно удивило. Я уже эту книгу не первый раз беру в руки, но она наконец-то оказалась у меня и я этому очень рад. Держать ее в руках это прям настоящая радость. Ну и давайте попробуем разобраться все-таки, что же это за книга и почему она такая классная. Ну, во-первых, как я уже сказал, это самоучитель по билетристике и это история о том, как можно научиться писать. Но все-таки я не рассматриваю эту книгу как, знаете, такую книгу, прочитай меня и завтра ты напишешь мировой бестселлер. Конечно нет. Так как история с написанием книг все-таки мне интересна, я очень давно об этом задумываюсь. Я даже делал какие-то наброски, но в связи с, ну, наверное, отговорками, то, что у меня нет времени, хотя его не так много. Ну, в общем, не могу я пока себя заставить, хотя имею большое желание начать писать. Возможно, именно эта книга станет триггером, который поможет мне начать мою писательскую карьеру. Ну, пока не могу точно ничего сказать и тем более обещать. Да, ну и Борис Акунин нам вот так вот вначале говорит. Все в писателе. Правильно. Вообще, во всей этой книге полно иллюстраций. Выполнена она просто шикарно. Здесь куча разных примеров. Я ее так уже досконально полистал, посмотрел, что тут есть. И давайте я коротко расскажу все-таки, что же в этой книге. Потому что я уже оттягиваю этот момент. Не знаю, почему на что-то все отвлекаюсь. В этой книге не скучная теория, непростые, но очень интересные задания. И, конечно, примеры их выполнения. Как раз я об этом уже сказал. То есть здесь, например, нам Борис Акунин рассказывает, что можно написать вот так. Есть такие приемы. И сразу же нам дает пример. Что вот, посмотрите, можно сделать вот так. Ну и плюс читателю дается возможность выполнить все эти задания и проверить свои силы. Здесь 10 различных уроков. Ну и у каждого своя тематика. Начиная с выбора темы. Далее там прямая речь. Перевоплощение. Симпатия к персонажам. Антипатия к персонажам. И многие другие темы. Как я понимаю, Борис Акунин и попытается выстроить некий такой каркас. Которым человек может впоследствии пользоваться для создания и написания романа. Ну и плюс в этой книге есть увлекательные, интересные новеллы и историко-литературные эссе. Да, именно вот эту фразу я и забыл. Когда я листал книгу, я наткнулся на один момент. Там автор писал что-то про то, как написать хоррор. И, короче, я там наткнулся на смешную фразу. Не знаю, я прям сразу себе стикер повесил. Хотя уже это почти в конце книги. Но я прочитал этот абзац. Мне почему-то стало очень смешно. Особенно над фотографией, которая здесь. Я не знаю, возможно это какой-то мем, о котором я ничего не слышал. Но это вот такая фотография, на которой Лев Толстой пугает детей толщиной романа «Война и мир». Я не знаю, может быть это реально какой-то мем, о котором я ни разу не слышал. Напишите в комментариях, знали ли вы об этом. Или же это просто Борис Акунин так обыгрывает какую-то фотографию с Толстым. Однозначно эта книга одна из самых красивых. В первую очередь красивых в моей библиотеке. Но я также думаю, что и по содержанию она займет достойное место на моих книжных полках. Друзья, вот такое у нас сегодня с вами получилось видео. Это опять такая небольшая сборная солянка. Мы побыли на фестивале. Мы посмотрели новые книги. Ну и конечно же я попытался о них вам интересно рассказать. Если вы что-то читали из этих книг, обязательно пишите в комментариях, понравились они вам или нет. Также не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал. Чтобы не пропустить следующее видео. А в описании к этому видео вы найдете ссылку на мой телеграм-канал, в котором я также рассказываю о книгах. Ну а я буду с вами прощаться. Но уже через неделю, в то же самое время, мы увидимся с вами снова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok